Мечта оленя одеть свитер с людьми, а мечта пельменя стать грозой района, ну или на крайняк чемпионом в боях. Приветствую вас бицухи-улитки, с вами Федорович. Я уже делал видео о фантастических приключениях 170-килограммового Эрика Эша в боксе ММА, которые вы можете посмотреть по ссылке в описании или в комменте. Но мало кому известно, что этот робокоп из мира пельменей также дрался в кикбоксинге, где привел аж 7 боев, на которые мы полюбуемся. Блаженны умеющие смеяться над собой, ибо не иссякнет источник их радости до конца дней их. А умеющие бить несчастны, ибо их радость победы для кого-то горе поражение. Но для бешеного пельмешка Батырбина в мае 2003 года один из дней наполнился невероятной радостью, когда он в первом в карьере поединке по кикбоксингу, в первом же раунде с парочки ударов ушатал японца Ясуги Фуджимото. Мы живем в такое время, когда дорогие часы носят не для времени, а грудь наращивают не для младенца. А легендарных бойцов помнят и почитают вне времени. Именно с таким отличным бойцом по имени Майк Бернардо Эрику довелось сойтись в ринге 21 сентября 2003 года. Майк очень доходчиво и очень болезненно показал Эшу, чем отличается бокс от Кей-1. Наглухо разбил, казалось бы, непробиваемую слонячую ляжку здоровяка. А во втором раунде после притравки лоу-киками нокаутировал ногой в голову. Большая рыба в маленьком пруду не водится. Вот большие бойцы на маленьких турнирах встречаются. Правда, маленьким оппонентам это совсем не нравится. Также 14 марта 2004 года Хироме Амаде совсем не понравилось, когда 170-килограммовый бегемотик отвешивал ему жесткие плюхи, постоянно предлагая рубиться и идти в обмен. Нет, ну конечно, когда у тебя три слоя сала бетона, можно идти в обмен с дрыщом, который в два раза меньше. Но вот когда наоборот, сомнительно. Несмотря ни на что, Амаде провел отличный бой и вымотал Эша, за что и получил победу с судейским решением. Люди с детства не ходят в цирк, но при этом клоуна видят каждый день. А вот назвать клоуном бойца дело опасное, даже если видок у него развеселый. 26 июня 2004 года Эрик Эш долго думал, как назвать Годзиллу, которая выросла перед ним в ринге. А уж как такого штахета бить, это вообще загадка. Монтана Сильва имел рост 2 метра 10 сантиметров. Он спокойно мог бы стать баскетболистом, но решил избивать толстых гномов в ринге. Но и думаю, он не раз об этом пожалел. Эш приноровился к гиганту и встречал его размашистыми корягами с поджопы в голову, под лоу-кики, доставая даже без стремянки. Хоть это было и непросто. Но после трех раундов неоднозначного боя, судьи решили, что Монтана был лучше. Бог дал человеку два уха и один рот. А все для того, чтобы он в два раза больше слушал и в два раза меньше говорил. Но обычно бывает наоборот. Только не в ринге. Там разговаривать некогда, да и как-то не получается. А вот когда 29 июля 2005 года в ринге сошлись 160-килограммовый великопузый Батырбин против 150-килограммового великобицепсного Маркуса Ройстера, разговаривать не хотелось никому. Только смотреть, улыбаться и наслаждаться битвой кашалота с бегемотом. В общем-то, бой был неплохой и доставил радость даже неповторному Майку Тайсону, как и всем зрителям. А заслуженную победу судьи отдали Эрику Эшу. Алименты — это когда один расплачивается за обоих. А бойцу в ринге приходится расплачиваться за всю свою команду. Но иногда хочется и отдохнуть, потому-то Эрик взял отдых на пару лет. Но не смог просто уничтожать бургеры с колой, поэтому решил вернуться в ринг и уничтожать 100-килограммовых дрыщей. Именно одним из таких дрыщей 9 августа 2008 года оказался Весли Каррейра, которого Батырбин готовился раздавить как банку кетчупа и уничтожить как последний беляш у бабы Зины на вокзале. Но не все оказалось так просто. Весли был быстрее, точнее и бил сильнее, закончив этот поединок отличным хайкиком. Бога мы расстраиваем своими неудачами, а людей — успехами. Но настоящий боец никогда не расстраивается, проигрывая и не хвастается, выигрывая. 29 июля 2009 года Батырбину в своем последнем поединке по кикбоксингу довелось сойтись в ринге с представителем муай-тай Мун Беламом. Мун начал как резвый мангуст, надеясь отсушить полуметровую ляжку колобка лоу-киками, но через 40 секунд уже представлял, как будет сербать горячий бульончик в белой палате ближайшей больнички. Вот такими были недолгие приключения боевого пельмеха в Кей-1. Чего не скажешь про боксы ММА, но об этом вы можете посмотреть по ссылкам в описании или в комменте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, как ваши успехи в наборе мегамассы, или у вас и так убойные удары. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Фига! Раз, два, три. Это биомеханика и сила движения. Ее знать надо. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хопа! 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 Вот так! Два, три. Кладбрака одна, да? На дистанции. Короче, я вообще, хопу вырываю ключицу, эта ключица выливаю голос. То есть вот так вот это выглядело. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...